вот такой вот пруд широченный широченный здесь есть рыбы и рыбки такие знаете не слабые они по практически по метру да да я вам покажу если получится практически метровые рыбы наверное они старые но сама кормила лично поэтому видела знаю пруд глубокий видите он там вот булькает вот как раз крупные рыбы там и водятся утки вообще он красивый он перетекает из одного канала в другой канал давайте подойдем поближе к уткам очень красивые такие у них прям перышки красота да вот подкармливают они ничего не боятся вот особенно на той стране очень много уток и конечно же кто там ворона наверное да где утки там и ворону потому что кормят подкармливают а здесь вот тоже мелкие рыбки кормят рыбок и посмотрите кусочек и за кусочком сколько рыб там или одна большая рыбка все съели сейчас следующее будет здесь воробьи халявщики вот кусочек и за кусочком крупные рыбки охотятся люди подходят и подкармливают здорово но у нас собой хлеба нет поэтому мы не будем кормить вот они прям посмотрите какие крупняшки там тоже я александру говорю говорю классно взять удочку посидеть с удочкой можно прям хорошо хорошо так поймать детям удовольствие а рыбкам как раз пропитание только падает и расставу кучу они там ждут прям посидишь отдохнешь посмотришь прямо как-то приятно даже вообще что нас может успокаивать это вода огонь и конечно же очень приятно когда близкий человек работает а ты сидишь и смотришь как он работает но сегодня сегодня мы отдыхаем здесь халявщики мы в туалетной комнате здесь есть зеркало есть освещение одно второе почему-то не работает здесь есть раковина мыло дезинфекция бумага здесь есть полотенце унитаз и свет там уже стучаться уже все хотят в туалет я вместе с вами пока ухожу голуби сидят и давайте заглянем сюда кто это у нас девочки посмотрите какая красота и ничего не боится и кувшинки кувшинки уже закрываются мы были с утра кувшинки были открыты а сейчас уже к вечеру и кувшинки закрываются здорово конечно краски в природе замечательные гуляем мы по аллее и здесь вот за забором дома частные коттеджи и вот такой вот он посмотрите дворец прикольно мне александр говорит светлан это надо же было разрешить здесь построить вот такой дворец но с другой стороны какая разница что вот такой дом обычный построили что дворец но необычно кто-то не вырос еще и сказки и решил жить во дворце мечтал быть принцессы или принцем наверное я надеюсь вам видно у них там сад яблоки абрикосы растут ну такой мощный дворец-то с башенками шашлыки вон готовят не знаю хотела бы я жить жить в таком дворце навряд ли навряд ли но как-то нарочество мне кажется здесь вот эти карандаши растут отцвели все и теперь дерево карандаш мне правильно подсказали зрительницы их можно стричь они будут такими кругленькими аккуратненькими а можно и не стричь или подстригать так а вот давайте еще здесь посмотрим здесь вот клумба красивая как я любила в юности в детстве здесь гулять здесь есть себя чувствовал действительно маленькой принцессой которая гуляет в лесу здесь есть пруд другой с мостиком и там лебеди плавают пара лебедей вот раньше была сейчас может быть больше такие вот цветочки красивые я вот пройти цветы говорю такие цветы только видела я на юге в твери у нас не росли такие цветы здесь вот ковер из цветов красиво сделано простенько но со вкусом следующая запрудина пруда потому что я как говорила пруд просто огромный здесь у нас вот русалка русалка уже не из дерева а из металла сидит на камне тоже я не знаю сколько и лет но сколько я себя помню и посмотреть какие кувшинки красивые ближе подойти не смогу здесь вода кувшинки просто огромные и они цветут и цветут не просто цветочки из полипропилена а настоящие цветы и здесь вот плавают лебеди здесь только белый и видите они тоже поделены поделены сеткой разделены наверное самцы самки центральная клумба шикарными петуньями все-таки девочки я точно знаю что у кого была дача никогда не останется к нервонадушны потому что очень красиво на даче цветы можно высадить посмотрите какие кашпо и петуни также спускаются их поливали вот петуни они немножко прилегли потом они встанут конечно же поднимутся и волнами петуни высажены синими белыми красными там работают домики со всякой мелочью аттракцион веревочный парк закрыт не нельзя сейчас ну возможно это даже лучше меньше будет травм потому что когда вот видите сидеть нельзя присаживаться и поближе поближе хочу вам показать кувшинки посмотрите какие они там близко невозможно было подойти а здесь вот есть место где можно подойти посмотрите и это не искусственные это натуральные знаете вот мне как любителей любительницы цветам любых цветов хочется подплыть и вот так вот взять прям не срывая конечно же но взять в руку такой красивый цветок и листья у них широкие красивые по краям немножечко они уже испортились но их удаляют убирают но в серединочке зеленые красивые листья и такие красивые цветы просто супер в парке есть вот такой вот домик написано решки здесь различные вкусняшки для детишек мармеладки и орешки грецкий орех бразильский орех макадами кстати он очень вкусный но не очень удобно его раскрывать семечки тыквенные арахис и разные вкуснятина и мы идем через мост вернее по мосту через пруд проложен мост мост уже давно давно был изготовлен старый такой тяжелый мутненькая что-то водичка мост красивый здесь обычно фотографируется пар свадебная вообще парк пользуется спросом у отдыхающих русалкам сколько я себя помню это русалка здесь была рядом с мостом здесь вот рыбы плавают но кормили мы рыб не здесь чуть подальше кстати открыли вот кафе кафе уличная у нас разрешено открыли уже открытием уличных кафе внутрь не запускают а с улицам можно на хорошо если там что-то нас устроить посидим здесь такие вековые дубы или дуба я шучу девочки вы не воспринимаете серьезно мои шутки а то пишут что говорить не умею или что новые вообще понимаете что вы говорите в моем возрасте не умеет разговаривать правильно или вы шутите здесь есть на деревьях вот такие домики здесь белки белок мы тоже видели дерево растет в лежачем положении интересно конечно видите там корни и дерево держится корнями за землю а сама лежит на воде не его алибу облюбовали утки я так понимаю это молодой выводок то что они такие небольшие здесь домики для белок ну там тусуется и голуби он и ах вон белочка пытается белочку накормить надеюсь и да она сидит маленькая рыженькая на всех смотрит и думает я уже объелась не хочу больше такая лапочка такая маленькая хвостик такой не пушистый вроде бы животное такое ничего особенного такая милота все хотят накормить одну бедную белку вот она спускается спускается как летунья такая ой хвостиком виляет здорово боится смотрит на всех глазки маленькие бусинки красивые деревья здесь различные уже знаете можно сказать деревья вековые здесь очень много любят сфотографироваться можжевельники такие лапистые разлапистые небольшой вот такой островочек ой-ой-ой-ой чуть ли нас не облил высадили здесь цветочки и постоянно поливает газон и вот этот островочек просим не заходить и не ходить по клумбе по мостику и камнем вот по мостику ходить нельзя потому что но он чисто так декоративные а вот как бы памятник коту кот сделан из дерева симпатичный такой здесь лавочки тоже сделаны из дерева чтобы было гармонично кот ученые в шляпе сейчас подойдем поближе с вами там фотографируется парк я даже не знаю сколько ему лет он очень очень давно заложен такой вот котик здесь на постамент его возникли и все все поливается туи различные сюда хорошо приходить с детьми и с маленькими и с большими александр у нас гуляет и я вместе с ним а давайте я вам покажу еще резные фигурки очень красивые за ними ухаживают вижу лебедь потом там избушка на курьих ножках вот в этих местах очень любят фотографироваться лебедь вырезан из дерева его здесь оградили чтобы не ломали не лазили а то знаете на голову залезть фотографируется и пенек пенек наверное демонтировали когда дерево сгнило и его так вот приспособили и я вообще так думаю что скорее всего вот эти вот фигурки из дерева сделаны из тех деревьев которые были уже спилены как говорится безотходное производство так дальше идем сколько людей сегодня боже мой и все гуляют без маски и правильно делают надо набираться иммунитета а то в такой жару еще и в маске ходить тогда точно и лицо будет все в прыщах и здоровья не будет вот она избушка на курьих ножках тоже деревянная а дверь туда закрыта чтобы не лазили на одной ножке это пенек ворона с сыром такая симпатичная сыр не отдает и вот часть пруда где плавают лебеди но здесь же плавают и чайки и утки вот вот видите как хватает это рыба вот теперь представьте какого она размера что она так хватает хлеб правда лебедей хлебом кормить запрещено они от этого могут погибнуть здесь я не знаю есть ли вывеска чаек рыбок можно кормить а вот лебедей нельзя посмотрите как хватает хлеб рыбки здесь раньше было и еще и белый лебедь черный и белый лебедь но белого я не вижу а там в серединке идет фонтан такой из-под воды близко смотрится намного эффектнее но мы пройдем там попробуем посмотреть здесь огорожено все что невозможно хорошенечко рассмотреть ну вот смотрите молодой лебедь красавец какие у них красивые кудрявые крылья опа видели рыбку девочки а вы спрашивали почему я захотела почему я захотела вернуться назад саратов потому что это мой город я в нем родилась и выросла мое сердце было здесь и невозможно жить в другом месте если сердце ваше осталось в другом городе муж меня она поддерживает сын меня поддерживает и я очень этому рада девочки у нас не было дилеммы ехать не ехать переезжать не переезжать единственное что очень проблематично все это но мы справились теперь мы с вами здесь в саратове посмотрите какие цветы я не знаю как они называются вот эти цветы очень красивые давайте я подаю поближе нельзя ходить по газонам но мы то вместе с вами смотрите пчелка какая страшно здесь очень много пчел собирают мед здесь очень много также и клумб с пионами представляете какая здесь была красота вот это пионы какая красота была когда они цвели деревья большие красивые клумбы просто суперски так тоже цветы красивые не знаю как называются девочки если кто знает подскажите красные белые человек сколько живет столько он и учится поэтому все знать невозможно увидели кустарник здесь посмотрите какой он это голубик или что это вы посмотрите опа какая красота прям кисть давайте я вам подниму даже не знаю что это такое у нее листья вот посмотрите какие листья и с обратной стороны они колючие вот краешки листа колючие что это такое что за растение и очень-очень много на одной ветке вот веткой на ней прям гроздь гроздь попробовать я не рискну но интересно здесь прям вот она высажена так сама она размножается или нет но кустарник ну мы наверное уже идем на выход мы нагулялись мы наелись ой красота выходные это просто прекрасно кто сидит в выходные дома выходите гуляйте особенно берите с собой детей внуков родственников берите мам берите за руки и езжайте отдыхать потому что сидеть дома просто преступление летом нужно набраться нам иммунитета нужно набраться солнышко хорошего позитивного настроения расскажите пожалуйста кто чем занимался в выходные дни где был где гулял ну я знаю многие на даче а кроме дачи у кого дачи нет выходите выходите гуляйте в парке ну а мы конечно же с вами вместе давайте